Неужели это будущий хит продаж? Практичный и относительно доступный Subaru. И на работу ездить, и на шашлычки сгонять с друзьями, или на дачу отправиться всей семьей. Кажется, субаровцы припасли настоящую бомбу – кроссовер XV. Эта модель стоит ниже рангом, чем Forester, значит, машина должна быть дешевле и популярнее. Выглядит XV эффектно, спортивно и даже несколько брутально. То, что надо для кроссовера. А как чертовски хороши эти черненые колесные диски с замысловатым узором? Интересно, что же такого произошло с дизайнерами Subaru, что они вдруг стали рисовать действительно красивые машины? Но, рассматривая этот кроссовер, меня все время не покидают чувства дежавю. Где-то я уже видел что-то похожее. Ах да! Додош Калибер! А вот после изучения салона кажется, что японский дизайнер то ли застрял где-то на рубеже 90-х и 2000-х, то ли очухался после литургического сна. Монохромные дисплеи, прикрутилки климатической установки. Впрочем, субаровские машины всегда отличались скупостью отделки. Поэтому здесь нет ни автодоводчиков стекол в пассажирских дверях, ни подсветки кнопок, ни нормальной кнопки борт-компьютера. А самое яркое пятно в интерьере – это мультимедийная система с блютуз и навигацией. Но меню перегружено мелкими виртуальными кнопками. Интерфейс не самый дружественный, а графика простоватая. Штатный навигатор выдает массу информации вроде высоты над уровнем моря или картинки с отметками восхода и заката. Встроенный борт-компьютер вычисляет даже затраты на топливо. Только расчеты он почему-то делает для дизельного двигателя, гибридного и, внимание, бензинового карбюраторного. А изображение с камеры с таким олдскульным оттенком вызывает ностальгию по шедевральным репортажам из программы «600 секунд» Александра Невзорова. Но японцы меняются. Передняя панель наконец-то сделана из мягкого пластика. Могут же, когда захотят. И пусть машина внутри выглядит немногим интереснее, чем «Лада Гранта». В чем «Субару» действительно не откажешь, так это в отличной эргономике. Здесь все сделано по уму. Благодаря большой площади остекления плюс широким лопухам у водителя не будет проблем ни с обзорностью, ни с чувством габаритов автомобиля. Баранка регулируется по углу наклона и по вылету в широком диапазоне. У передних сидений оптимальный профиль. И подпор для поясницы есть, и боковая поддержка неплоха. Здесь даже подголовники можно настроить в двух плоскостях. А сами кресла достаточно мягкие, что по достоинству оценят те, кому приходится подолгу сидеть за рулем. И пассажирам на галерке грех жаловаться на тесноту. Посадка здесь удобная, и места для ног хватает. Конечно, японцы могли бы одарить каким-нибудь подлокотником. Ну да ладно, простим им этот грешок. А ведь в этой машине есть беда куда серьезнее, которая перечеркивает все достоинства XV как семейной машины. Это куцый багажник. Говорят, здесь 310 литров. Видимо, японцы сначала измерили отсек, а потом положили сюда запаску. Так что рассаду, лопаты и кастрюльки с шашлычком придется перевозить до дачи на коленках. Но ничего не рассыпется и не попадает, ведь с мотором 1.6, мощностью всего 114 сил и бесступенчатым вариатором, Subaru XV явно создан не для гонок. Темперамент силового агрегата устроит разве что дачника. Цифры разгона не впечатляют. Без малого 14 секунд требуется кроссовера, чтобы набрать первую сотню. Про быстрые обгоны на загородной трассе сразу забудьте. Вроде бы чуть-чуть нажал на газ, и машина так бодренько начала разгоняться. Кажется, у движка достаточно мощная. Но прожимаешь педаль газа в пол, и толку ноль. Шума стало больше, а скорости особо не прибавилось. Действительно, на низах машина живо реагирует на изменения тяги. Но уже на средних оборотах возможности силового агрегата заканчиваются. Стрелка зависает в районе 3-3,5 тысяч, и под этот нудный зуд машина набирает ход. Крутить движок бесполезно. Что 6 тысяч оборотов, что 3,5. Разницы, по сути, никакой. Ведь это вариатор. И никакого такого особого кикдауна вы здесь не добьетесь. В любом случае машина будет ровно и линейно, как электричка, набирать скорость. Без ощутимого рывка или подхвата. А ведь шасси у XV вполне бы сошло для активной езды. Вот где чувствуются субаровские гены. Плоский мотор, невысокий кузов, низкий центр масс. Все это позволяет кроссоверу с легковой точностью и небольшими кренами проходить повороты. Руль здесь с электроусилителем. А ощущение, как от хорошего гидрача. Внятный и четкий ноль. Хорошие реактивные усилия в поворотах. Молодцы, японцы. И лишь высокопрофильные шины вкупе с более длинноходной подвеской напоминают о том, что XV это все же кроссовер, а не легковушка. На пологих волнах заметна вертикальная раскачка, а в напряженных виражах кроссоверные покрышки раньше обычно начинают подламываться на боковину. Зато субаровский паркетник отлично едет по грунту. Спринт по колдовинам дается легко, и пассажиры и подвеска чувствуют себя комфортно. А чтобы довести дело до пробоя, нужно очень постараться. Скорее днищем черканете или бампером шлепнетесь. Одно плохо. Штатной металлической защиты здесь нет. Силовой агрегат и другие узлы прикрывает лишь пластиковый пыльник. Условное бездорожье XV преодолевает успешно, покуда хватает небольших свесок и клиренсов 22 см. Многодисковая муфта в приводе задних колес блокируется только в автоматическом режиме. Но автоматик работает на совесть быстро и эффективно. Однако вариатор не самая подходящая трансмиссия для поездок по грязи. С ним невозможно двигаться в раскачку, но самое главное, его легко запороть в таких условиях. Конечно, Subaru машина хорошая, но подобные препятствия уже не под силу гражданским автомобилям. Так что Subaru XV это больше король грунтовок и разбитого проселка. В принципе, среднестатистического пользователя, мечтающего о кроссовере, в этой машине устроит все, кроме багажника и, конечно же, цены в 1 миллион 100 тысяч рублей. И дело даже не просто в дороговизне. За эти деньги я бы лучше купил Subaru Forester с двухлитровым 150-сильным двигателем и четырехступенчатым автоматом. Да, в этой машине не будет ни навигации, ни USB-входа. Ну и ладно. Парадокс. Две модели одного бренда существуют практически в одной ценовой нише. Одна больше, мощнее и быстрее. Другая меньше и медленнее. Как вы думаете, какую из этих двух моделей выберет человек для своей семьи? Ответ очевиден. В Subaru делают ставку на молодых покупателей, которых XV привлечет именно дизайном. Но согласитесь, молодежь любит шустрые автомобили, а наш вариант явно не для азартного водителя. Цена паркетника с более мощным двухлитровым движком только начинается там, где заканчивается прайс на топовой версии с мотором 1.6. А значит, Subaru XV вряд ли ждет бешеная популярность и лавры бестселлера. Скорее всего, его постигнет та же участь, что и другие модели созвездия Плеяд. Паркетник превратится в еще один автомобиль для энтузиастов, для фанатов марки Subaru. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!